В минувшие выходные в нашем городе состоялся юбилейный 20-й городской фестиваль «Буйская зима». В школах города прошли дни здоровья. Школьники совместно с родителями принимали участие в соревнованиях, зимних квестах, лыжных гонках и даже вышли на лед. На базе спортивного комплекса «Спартак» городской фестиваль «Буйская зима» объединил 125 человек. Прошло первенство города по лыжным гонкам в рамках фестиваля «Дня зимних видов спорта» и 41-й всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023». Общегородские соревнования состоялись традиционно при очень активном участии боевлян и гостей нашего города. Среди них представители Сусанинского района, Буйского техникума градостроительства и предпринимательства, Буйского техникума железнодорожного транспорта, школы-интерната, детских садов номер 6 «Солнышко», номер 15 «Огонек», номер 117 «Электроник», Центральной районной больницы, Торгового дома «Вариант С» и Романовского реабилитационного центра. Поприветствовал участников спортивного праздника глава города Игорь Ральников. Я рад приветствовать всех на традиционном фестивале, фестивале спорта, здоровья, свежего воздуха. Я очень рад, что с каждым годом количество участников наших фестивалей все больше и больше. Это значит, что боевляне любят такой замечательный вид спорта, истинно русский, истинно северный, такой вид спорта, как лыжи. Мы сейчас живем в преддверии спортивных игр на призы губернатора нашей области Сергея Константиновича Сетникова. И, конечно, будем болеть и переживать за нашу команду и желать ей побед. Дорогие друзья, я сегодня рад приветствовать самых маленьких участников нашего спортивного праздника. Уверен, что в будущем из них вырастут настоящие чемпионы, которые будут защищать честь нашего города на соревнованиях разного уровня. Для поднятия государственного флага были приглашены члены сборной области по лыжным гонкам – Екатерина Нечапуренко и Милана Калашникова. Екатерина Нечапуренко вошла в состав сборной команды Костромской области на 2022-2023 годы. Является победителем Кубка области по лыжным гонкам в 2021-2022 годах. Милана Калашникова вошла в состав сборной области, представит Костромскую область на первенстве России в феврале 2023 года. Является бронзовым призером Кубка Костромской области 2021-2022 годов. Соревнования «Лыжня России» проводятся ежегодно с 1982 года. Сегодня это самый большой в мире зимний праздник, объединивший около полутора миллионов поклонников лыжного спорта во всех регионах России. На территории Буйского городского округа стала доброй традицией проводить большие спортивные мероприятия зимних видов спорта, которые собирают самых заядлых спортсменов – всех, кто любит лыжи и русскую снежную зиму. Любителям лыжных прогулок спешим напомнить, что в период с 25 декабря 2022 года и по март текущего года город Буй является участником областного конкурса «Кострома лыжная», где каждый желающий сможет показать свое мастерство на лыжне. Необходимо всего лишь зарегистрироваться у инструктора спортивного зала или в прокатной базе стадиона «Спартак», получить дневник участника и копить пройденные километры. В этом году в программу соревнований по лыжным гонкам в рамках фестиваля «Буйская зима» также вошли «Бэби-забег», в котором участвуют дети младше 5 лет, и «Забег. Мы вместе» от Романовского реабилитационного центра. Уже в 20-й раз в нашем городе проходит фестиваль зимнего спорта «Буйская зима». В этом году это 2023. В этом году у нас в программу вошли всего два мероприятия. Это детский турнир по футболу, который сегодня проходит на спортивном комплексе «Флайгман». И по традиции это лыжные гонки. Также у нас лыжные гонки приурочены к двум значимым общим мероприятиям, которые проходят по всей стране. Это всероссийская массовая лыжная гонка, которая объединяет по всей стране более миллиона человек. В нашем городе сегодня это более 120 человек. Наша сегодня программа расширена «Забегом. Мы вместе». Мы пригласили армянский центр, группу детей с их родителями. И дети с ограниченными возможностями сегодня тоже попробовали свои силы впервые на таком мероприятии. Также по традиции сегодня у нас «Бэби-забег», где участвуют дети младше пяти лет. Это сегодня было тоже, ну как бы уже, наверное, расширенное у нас количество. Это семь детей сегодня было на старте. И затем стартует по возрастам 6-8 лет, 9-10. И самые взрослые у нас участники 70 лет и старше. Хочется пожелать всем нашим спортсменам быстрой лыжни, хороших результатов и только побед. Было заметно, что уровень подготовки у участников разный. Кто-то начинал движение классическим стилем, кто-то коньковым ходом, демонстрируя владение и этим способом лыжного хода. Некоторые лыжники падали, быстро поднимались и пытались наверстать потерянные при падении секунды. Закончившие трассу лыжники и ожидавшие своей очереди спортсмены поддерживали криками возвращающихся бегунов. Для участников эти соревнования явились очередной проверкой их физической подготовки. И каждому участнику хотелось показать хороший результат. Они старались изо всех сил, пытаясь финишным рывком вырвать у времени еще несколько секунд, чтобы улучшить свои показатели. Все справились со своими дистанциями, показав разное время. В личном зачете победителями стали Фестиваль не оставил равнодушным ни одного участника. Искренние улыбки, спортивный задор и звонкий смех стали главными спутниками на спортивном празднике. На базе спорткомплекса «Флагман» в этот день в рамках зимнего фестиваля прошел турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие шесть команд. Три «Буйских», «Флагман-2014», «Флагман-1» и «Флагман-2» и три «Костромских», «Динамо-1», «Динамо-2» и «Футбольная академия номер один». В первом этапе команды были поделены на группы. Далее по результатам группового этапа началась борьба за места. «Флагман-2014» и «Флагман-2», заняв третье места в своих группах, встретились в матче за пятое и шестое место. Итог на табло после финального свистка судьи – 1-1. Командам предстояло бить пенальти. В итоге «Флагман-2014» все же отвоевал победу и занял пятое место. Следом начались полуфинальные игры. В первом полуфинале играли «Футбольная академия номер один» и «Флагман-1». Итог матча 4-0 в пользу академии. На второй полуфинал вышли «Динамо-1» и «Динамо-2». По ходу матча так и не удалось выявить победителя. Итог 2-2 и снова пенальти. В данной серии шестиметровых ударов победу одержали футболисты из «Динамо-2». В матче за третье и четвертое место на футбольной площадке оказались «Флагман-1» и «Динамо-1». И вновь на табло ничья 2-2. Серия пенальти оказалась очень волнительной. Итог 4-3 в пользу буйских футболистов. Финал состоялся между «Динамо-2» и «Футбольной академией номер один». И как стало традиционным, в этот соревновательный день опять ничья. Команды выстроились у ворот и приступили к шестиметровым ударам, по результатам которых со счетом 3-1 победителем соревнований становится команда «Динамо-2». Также в ходе турнира были определены лучшие игроки в каждой команде. «Флагман-1» – Денис Попов, «Флагман-2» – Сергей Маденов и «Флагман-2014» – Даниил Котов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова